Районные власти опубликовали адресные списки школ, куда смогут поступить первоклассники в следующем году. Перечни домов, прикрепленных к конкретным школам, опубликованы на сайте госуслуг. Напомню, теперь запись в учебные заведения идет по территориальному принципу в три этапа. С 15 декабря по 19 января поступить в школы смогут льготники. С 20 января по 30 июня будет проходить основной этап записи. Родители смогут записать первоклассник, проживающих на закрепленной территории. А на третьем этапе с 1 июля записать ребенка можно будет в любую школу, в которой остались свободные места. Отмечу, для разработки адресных списков чиновники воспользовались архивами, однако не все из них оказались актуальны. Так, в некоторых районах пользователи пользовались данными времен 90-х годов, а в Петроградском районе и вовсе решили использовать документы 70-х. Старые данные дополняли информации, полученные в том числе из здравоохранительных структур. Таким образом, не все будущие первоклассники оказались учтены. А единых стандартов подсчета и вовсе не существует. Сейчас у нас в гостях сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета. О том, как сложно сегодня попасть в первый класс, поговорим с Михаилом Богдановым. Михаил, здравствуйте. Новые правила вступили уже в силу? Ну, они вступают в силу с началом кампании, но распоряжение об этих правилах уже опубликовано, но доступно уже было фактически летом. Ну, а что там за неразберихость с тем, что взяли какие-то старые списки, и теперь количество детей не соответствует тому количеству детей, которые проживают в этом районе? Ну, это на самом деле достаточно традиционная проблема. В каком плане? У нас же сейчас действительно нет жесткой прописки. И в отличие от советского времени, миграция людей, даже внутри города, достаточно большая. И составить актуальные списки реально проживающих на территории семей представляется, ну, такой нетривиальной задачей для органов управления. И поэтому понятно, что могут оказаться совершенно спокойно люди, не учтенные в тех списках, которые есть. Ну, опять же, списки взяли там с 70-го, 90-го. Ну, они, конечно, нет, списки имеются в виду, видимо, распределение школ по территориям, да, то есть какие дома, к каким школам относятся. Это не списки людей, которые проживают с 70-х годов по этим территориям. Я думаю, это в этом смысле была информация. Скажите, а вот у меня есть подруга, которая совсем недавно попыталась устроить своего ребенка в первый класс, но в большинстве школ, ну, так скажем, вот в Приморском районе, да, если будем считать это спальный район, в большинстве школ ей просто сказали, что мест нет. Причем у нее еще была такая проблема, что у нее был не один ребенок, а три в разных классах. И вот во все три класса, на которые она претендовала, ей сказали, мест нет. И неважно, где вы проживаете, просто нет места. Ну, у нас есть несколько районов, в частности, вот часть микрорайонов Приморского района относится к этой такой востребованным территориям, потому что там идет активная застройка, да, городская. И, ну, так получилось, что в части из таких районов возведение, ввод в строй школ в таких микрорайонах, оно оказывается позже, чем туда заезжают фактически люди, да, то есть, скажем, вот, возможно, это как раз тот случай вот по Приморскому району, это угловой период, не угловой, а территория в новой застройке, где в микрорайоне школа только в следующем году будет возведена. Такая же ситуация в Славянке, такая же ситуация в Красносельском районе существует, да, ряд микрорайонов таких есть проблемных. Там действительно это, ну, такая непростая история. А как можно решить вот эту проблему, когда просто перенаселенный район, детей очень много, может быть, возможно, как-то увеличивать количество классов? Ну, это так и делается, но первое, что должно осуществляться, это должен осуществляться вовремя ввод в строй тех школ, которые планировались, и на самом деле более жесткий контроль за вот возведением новых микрорайонов с точки зрения возведения социальной инфраструктуры. То есть город должен, конечно, контролировать эту ситуацию более четко и более высокие требования предъявлять к застройщикам, потому что, к сожалению, застройщики строят школы в последнюю очередь. То есть они уже фактически заселяют район, а еще куда девать детей непонятно. А люди покупают зачастую в новом микрорайоне квартиры с расчетом на хорошую инфраструктуру социальную, которую им обещают, потому что там будет новая школа, скажем, сразу с двумя бассейнами там и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, это проблема, которую город, конечно, должен, ну, в частности, комитет по строительству должен активно, видимо, более активно мониторить и, ну, как-то, может быть, стараться воздействовать на застройщиков. А чаще всего все-таки с каким вопросом к вам приходят родители? Ну, вот если мы говорим сейчас про прием, да, в первые классы, то вот как раз первый вопрос, это основной, это нехватка мест, ну, это вот такая понятная ситуация. Вторая ситуация, которая возникала в прошлом году, и вот мы участвовали в работе конфликтных комиссий, и я был членом одной из комиссий в районе, то есть, соответственно, как раз основные претензии были к информационной системе, которая обслуживает прием заявлений, когда в прошлом году, например, она не сработала, и это была большая проблема, потому что все ожидали, что можно будет из дома зарегистрировать ребенка, подать заявление. Соответственно, вот, ну, надеюсь, что в этом году за счет вот как раз нововведения, о которых сегодня вы уже сказали вкратце, да, что несколько волн, по крайней мере, будет распределено во времени вот это вот желание подать заявление у людей, и распределено оно как раз с учетом тех основных льгот, которые существуют, то есть федеральных льгот, льгот региональных, да, то есть вот эти люди, они начнут подавать заявления раньше, а их немало, их достаточно большое количество, и это снимет во многом нагрузку на информационную систему. Надеюсь, что как раз эта вот проблема тоже будет есть. Мы очень хотели бы надеяться, что это так получится, да. Вот я сама отношусь к категории льготников, я многодетная мама, я тоже пыталась... Вы не относитесь к льготникам по этой части. Я пыталась встать на очередь в детский сад, к сожалению, пока не в школу, да, и у нас была отдельная очередь, которая была настолько длинная, что пока даже вот эта самая льготная очередь дойдет до меня, у меня уже ребенок в школу пойдет. Ну это тоже в разных районах, да. А в школах, вот, как ситуация с этими самыми льготными очередями? Там нет такой, как понятия, как такой специальной льготной очереди, есть общая, единая очередь, просто есть приоритетное зачисление для людей, которые обладают соответствующими, ну, правом на приоритетное зачисление. К ним относятся федеральные, так называемые, возьмем все-таки в кавычки, льготники, это не совсем льготные, это приоритетное право. И региональные, к федеральным, там, работники, соответствующих правоохранительных органов, и так далее, так далее, там, МЧС. Ну а сколько таких льготников могут взять в классы? Не так много. Сколько останется мест для обученных детей? Ну, это понятно, что это от района к району, от школы к школу. Ну, возьмем, давайте, большой район. Допустим, тот же самый Приморский спальный район. Много. 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 Сколько останется мест для детей? Ну, опять, вот смотрите, сейчас в связи с третьим пунктом, среди прочих изменений, которые относятся к зачислению по приоритету, вот привязка к этому самому, так сказать, микрорайону, да, то есть, когда мы говорим о том, что приоритет появляется у тех, кто проживает непосредственно рядом с интересующих их школой. Соответственно, вот за счет того, что будет еще и такая, ну, как бы, группа родителей, то, соответственно, видимо, количество льготников, которые не привязаны к этой территории, они из этих школ уже оттянутся в школы, которые рядом с ними. То есть, здесь произойдет некоторое предраспределение, как, ну, мне кажется. Вы так думаете. Ну, хотелось бы верить, да, потому что все-таки приоритетом родителей, на самом деле, это правда, да, вот и даже по статистике обращений в конфликтной комиссии, основная претензия не то, чтобы я хочу поступить именно в эту школу, а что эта школа находится рядом во дворе, она вот у меня вот под окнами, и я не могу туда попасть. Вот это была такая наиболее болезненная ситуация, потому что места уже заняли либо те, кто оказался впереди по очереди, либо те, кто обладают приоритетным правом, а те, кто проживали по территории, вот непосредственно, да, у них такого возможности не было. И это более болезненно для людей, особенно для начальной школы, когда детей надо либо водить, чтобы кто-то старший водил, либо вообще, может быть, даже кто-то там со второго класса уже детей сам отпускает. Поэтому, ну, это важная ситуация. И главное, что вот эта любая логистика перевода детей из одного района в другой, или там даже внутри района на несколько кварталов, это такая ответственная вещь для родителей, и они за нее беспокоятся. Но вы думаете, родители вот эту новую систему, они ее примут хорошо? Не знаю, тут трудно сейчас сказать. Любая система, вот это вообще сложный механизм. Вот зачислить там десятки тысяч детей одномоментно в школы, так, чтобы всех устроить, это, конечно, чтобы система это всех устроила, конечно, это вряд ли получится. Все равно найдутся там определенное количество людей, там 5-10%, в которых не будет устраивать любая система, какая бы она ни была. Одних в одном случае, других в другом. Поэтому нужно полагать, что для конфликтных комиссий в следующем году работа все равно будет. Но я не думаю, что эта ситуация настолько критична. То есть сейчас вот уже третий год происходит передоспределение вот этих правил, да. И мне кажется, что, я надеюсь, честно говоря, что вот уже опыт прошлых лет, он позволит нам сейчас выстроить такую систему, при которой максимальное количество людей будут справедливо обеспечены местами в школах. Спасибо о проблемах поступления в первый класс. Мы говорили и вообще о проблемах поступления в школу. Мы говорили с сопредседателем городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаилом Богдановым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!